Здарова, бананы! Это самый длинный и самый большой видос за всю историю, который когда-либо выходил на этом канале. И да, это просто вопрос-ответ, который никто смотреть не будет, потому что кому нахер нужно смотреть какой-то там вопрос-ответ. Но, тем не менее, я в телеге обещал вам, что я сделаю 50 вопросов сервису. Ну, вы собирали эти вопросы, плюс вопросы, которых не хватало, я дособирал в процессе из комментариев. Ну и, собственно, теперь вот выходит этот видос. Так что, в принципе, начинай. На самом деле, тут вот вопрос такой. Не когда он появился, а когда, наверное, появился сервис. Сервис сам по себе, когда я стал этим заниматься, появился в апреле 2018 года. То есть, в этом году было 6 лет. Но бананыкс и вот это название и привычный образ, наверное, все же появился в период с сентября по октябрь-ноябрь того же 2018 года. Потому что название пришло далеко не сразу. Не знаю, было очень много разных вариантов, включая маленьких муравьев, антикс, там идея фикс был и прочее. То есть, основная задача была, чтобы на конце было фикс. В процессе, когда мы уже придумывали название, оказалось, что сервисов с окончанием фикс огромное количество. Поэтому оставалось всего два варианта. Это либо использовать просто икс, без использования фикса. Сложно, да, но в любом случае. Либо что-то еще. Ну и я любил бананы. И моя на тот момент девушка, сейчас уже жена, она же Даша, предложила вариант «Банан Икс». То есть, изначально в названии было слово «Банан» и значок «Икса». И уже после этого оно доработалось до привычного нам названия «Бананикс». И появился вот этот вот всем известный логотип. Нигде. Ну, реально нет таких организаций, которые вас научат всему ремонту. Вы можете куда-то, конечно, пойти, изучить точечно модульную разборку, переклейку, пайку. Но вот чтобы вот так вот вместе – нет. Ну и, конечно, мне было на тот момент 19-20 лет. О каких деньгах на обучение может идти речь, я не знаю. Поэтому учился ремонту я исключительно по роликам с YouTube. Ну и, конечно же, по гайдам. Гайдам – это пикабу, это, я не знаю, какие-то сайты с разборками телефонов. Ну и я, конечно, очень много смотрел видео о том, как ремонтируют устройства. Поэтому, наверное, учился, в принципе, я у себя в сервисе, можно сказать, именно так. Да, откуда ей взяться? Это вот исходя из прошлого вопроса, конечно, нет. Но в этой сфере, в принципе, никаких ни дипломов, ни нет ничего. То есть вы не можете прийти в организацию и такие «Вау, вот они спецы, потому что у них диплом есть». Вы можете привести пример с официальными сервисами, у которых было разрешение, там, дипломы о том, что они могут чинить, ну, не дипломы, а сертификаты о том, что они могут чинить технику, там, Apple, Samsung, Xiaomi и прочее. Но это все же немножечко другое. Авторизация, она покупалась, вы просто приходили к производителю, выполняли их ТЗ и после этого получали сертификацию на свой сервис. И да, она была, конечно же, платной. То есть сервисы изначально платили за то, чтобы оказывать вот эти вот все услуги. Но делалось это, естественно, не просто так. Но у нас, как у пост авторизованного сервиса, конечно, никакой авторизации нет. Это, в принципе, логично. Ну и квалификации, диплома, да и прочего тоже нет. О, я не отвечу на этот вопрос. Я не отвечу на этот вопрос в рублях. Потому что эта цифра всегда будет плавающая, потому что в одном месяце такие расходы, в следующем такие, здесь попадос, а здесь все прекрасно. Я, наверное, могу сказать в процентном соотношении, сколько я зарабатываю. Относительно сервиса я зарабатываю, наверное, порядка 15-20% от общей прибыли, которую я себе забираю. И этот процент может также колеблется. А вот сколько это уже в рублях, здесь я не скажу. В один месяц это может быть 60 тысяч рублей, потому что случился какой-то пиздец. Да, такое иногда бывает. А в другой месяц я купаюсь в деньгах, зарабатываю 250 тысяч рублей. И вот эти вот перепады, они были, есть и будут. Но, с другой стороны, конечно, если мы говорим о заработке, то он, когда вы владелец бизнеса, он почти всегда будет плавающий. Особенно такого бизнеса, как сервис. Потому что есть очень много нюансов. Это хороший вопрос. И на него, на самом деле, я уже хотя бы смогу ответить. Во-первых, это окладная часть. Во-вторых, это проценты с ремонтов. То есть, условно говоря, замена дисплеечка, там, замена разъемочка, замена аккумулятора, да. Замена, там, не знаю, вернее, замена, а перепайка шлейфа или ребол процессора. Это все заработок. Он идет поверх оклада. Окладная часть нужна исключительно для того, чтобы у человека была гарантия самой минимальной зарплаты. Можно, конечно, посадить человека полностью на оклад, но я считаю это не совсем корректно с той точки зрения, что при повышении количества работы, его зарплата будет сдерживаться самим сервисом. То есть, например, он там сделал 20 классных переклеек по 15 тысяч рублей. Он устал, он вообще красава, сервису принес много денег, но он на окладе. И, соответственно, он не может заработать больше. Но у него будет со временем падать эта самая мотивация. То есть, оклад нужен для того, просто вот чтобы человек понимал минимальную сумму, которую, если он будет, условно говоря, лениться, конечно, никто не будет. Ну вот, если вдруг он получит эти деньги. Поэтому фулл оклад это хуево, максимально хуево, особенно когда у вас сервис и есть большой поток ремонтов. Я, например, могу посадить человека на 100 тысяч рублей, да, но при очень классном там обороте именно этого человека, он, например, вот упрется в эти 100 тысяч рублей, но работу он будет делать явно больше, чем на 100 тысяч. Да, это выгодно для сервиса, но мотивация самого сотрудника со временем падает. Поэтому, наверное, все же вот оклад и премиальная часть. Это вот то, сколько зарабатывает мой сотрудник. А сколько по деньгам, а я не скажу. Это секрет. Приходите на работу, узнаете. Да, можно прийти к нам без опыта. Мы, в принципе, всему обучим. Проблем с этим у нас нет. Уже было много таких кейсов, да и, в принципе, наверное, почти все сотрудники, которые приходили, так или иначе проходили у нас обучение. Как минимум, потому что многие приходили только с навыком модульного ремонта, а мы уже обучали пайки и переклейки. Нахуя они нужны? Ну нет, есть, конечно, можно сказать штрафы. Если вдруг не пришел на работу вовремя, да, там не один раз, а несколько с периодичностью, то мы отправляем просто на неделю отдыхать за свой счет. Соответственно, это потеря в прибыли. Соответственно, вот это, наверное, есть штраф. А прямых штрафов, конечно, нет. Уметь общаться с людьми, не мямлить, когда разговариваешь. Ну и, наверное, третье. Это, в принципе, быть достаточно приветливым. А опыт, он не важен, потому что мы в любом случае обучаем у нас в сервисе. Стажер зарабатывает, я бы не сказал, что прям очень мало относительно уже опытного сотрудника, потому что у стажера есть оклад. Оклад этот равняется 45 тысячам в месяц. Это достаточно немаленькая цифра для стажеров, потому что помимо того, что он стажируется у нас и проходит какое-то обучение, он получает навык. Ну и помимо этого навыка, он дополнительно еще продает аксессуары, с которых, в принципе, тоже получает какую-то денежку. В принципе, зарплата, наверное, стажера колеблется от 55 до 60 тысяч рублей в месяц при 5 рабочих днях, естественно. И мы не работаем по 12 часов, у нас 9-ти часовой рабочий день. Поэтому, в принципе, зарплата такая. Да, вы можете сказать, она маленькая, особенно для Москвы, но когда человек приходит к нам без опыта, и он не может выполнить какую-то переклейку, а какая нам тогда выгода его обучать? Именно поэтому стажер это и есть. Стажер, он только учится, и когда он научится, именно тогда он уже сможет зарабатывать больше. Как правило, это примерно 6 месяцев. Только вот что вроде ответил. 6 месяцев это, в принципе, наверное, для минимального курса. Это модульный ремонт и это переклейка дисплеев. И тот не всех, потому что, чтобы переклеить, например, с изогнутым стеклом дисплеечки, там все же требуется чуть больше времени, чем 3-4 месяца. Но в целом, если мы говорим о прохождении курса нашего, если его так можно назвать, то это месяца 3. То есть человек приходит, первый месяц он сидит на приемке, и начиная со второго месяца мы уже начинаем, в принципе, его обучать ремонту. Почему первый месяц сидит на приемке? Потому что он должен, в принципе, познакомиться с нашей системой, как мы работаем, как мы работаем с прайсом, с поставщиками и прочим. Поэтому здесь, да, это 3-4 месяца требуется для того, чтобы выйти со стажера на мастера. Ну, вообще, я называю их инженеры, но будем называть их в будущем мастер, чтобы было проще. Если я сейчас начну перечислять все, этот видос закончится очень нескоро. Любое действие в сервисе – это расходы. Купить пакетики для сим-карт, купить ручку, бумагу, картридж, там, не знаю, приставки для клиентов, купить банан, купить сзади картину, бутылочку, запчасти и прочее. Это все расходы. Туда аренда, зарплаты сотрудникам и прочее. Расходов огромное количество. Вы не думайте, что если вы открываете сервис и будете нанимать сотрудников, что у вас не будет расходов. У вас будут расходы. Это и повреждение запчастей, это и невнимательность сотрудника, который накосячил. Это, например, какой-то возврат, когда вы как-то неправильно сделали ремонт или там какой-то косяк в будущем случился и прочее. Ну, у нас есть такая практика, что мы можем сделать возврат по ремонту даже в спорных ситуациях. Ну, просто так проще. Поэтому все, что забирает деньги, это, в принципе, все расходы. Даже мытье полов и даже работа вот этих ламп. Они же коммунальные платежи. Поэтому много расходов, к сожалению, все я перечислить не смогу. Но просто знайте, их дохуя. Я не знаю, вот как правильно на него ответить, потому что есть разные виды сервисов. Условно говоря, когда вы открываете для себя маленькую точку, там 3 квадрата, как я в начале, вам вполне хватит одного фена, сепаратора и какого-нибудь простенького микроскопа. Все это сейчас можно уложить с нынешними ценами, ну, наверное, в 1030. Это если мы берем фен, паяльник, микроскоп и сепаратор на 7 дюймов какой-нибудь не очень большой. Поэтому здесь тяжело. А вот если вы хотите уже, конечно, открыть какой-то сервис, купить нормальное оборудование, ну, там цены, конечно, не идут на несколько миллионов, но к миллиону, наверное, приближается. Потому что хорошее оборудование для переклейки, это примерно 100 тысяч рублей. Это без учета там ваших навыков и прочего. Мы говорим только про сухое оборудование. Это примерно 100 тысяч рублей. Оборудовать себе паяльное место, это еще примерно 100 тысяч рублей. Дополнительно вам потребуются какие-то мелкие программаторы, шлейфики и прочее. Но это, наверное, еще тысяч на 50. То есть, вот если мы берем только сугубо оборудование, ну, наверное, 1250-300 это точно. А дальше уже появятся у вас столы, там какой-нибудь кронштейн для микроскопа, зоны хранения, там зона приемки, компьютеры, программное обеспечение и прочее. И, в принципе, ну, наверное, чтобы открыть сервис в нынешних реалиях, примерно требуется 1 миллион. Потому что еще вам нужно помещение, первый и последний месяц вы еще оплачиваете и прочие-прочие такие платежи. Поэтому для старта вполне достаточно 30 тысяч рублей плюс аренда. А если вы уже расширяетесь или вам нужен какой-то побольше сервис и вы замахнулись прямо вон туда, то, конечно, требуется, ну, примерно миллион. Собственно, мой сервис, вот этот, который вы видите, если считать по оборудованию и всем расходам, которые сюда были внесены с учетом ремонта, это примерно 2,5. Ценообразование исходит из того, что, во-первых, мы платим налоги, соответственно, налоги уже включены в стоимость, зарплата сотрудника и аренда. Ну и, конечно же, покушать мне. Это вот если очень коротко. А дальше уже, конечно, вопрос. Ценообразование по переклейке, оно одно. Ценообразование по пайке, оно другое. По пайке, наверное, мы больше исходим из стоимости платы. То есть, условно говоря, плата стоит там 10 тысяч рублей, значит, Revolver ProCA будет тысяч 6 стоить. Если дисплей для переклейки стоит там какую-то энную сумму, мы берем другую энную сумму. Но если прям очень упростить, наверное, это все же примерно 30-50% от стоимости нового дисплея. Но если дисплей, конечно же, не стоит 700 рублей. Если дисплей стоит 700 рублей, то там ценник переклейки, условно говоря, 2 500. Поэтому ценообразование, в принципе, исходит из того, что нам нужно получить прибыль и нам нужно не уйти в минус. Все. У всех будут разные требования к одному и тому же поставщику. Мне, как владельцу сервиса Bananix, очень важно то, чтобы поставщик максимально быстро собирал заказы. У нас очень маленький склад запчастей, потому что мы находимся в Москве. Да и, в принципе, в Москве держать какой-то огромный склад не имеет смысла, потому что курьерские доставки очень хорошо развиты. И, условно говоря, заказать запчасть и чтобы она была через полтора часа у нас, это вообще легко. И вот как раз-таки для меня очень важный критерий, чтобы производитель, не производитель, магазин максимально быстро собирал мне заказы. Есть магазины, которые делают это очень долго. Есть магазины, которым нужно за неделю писать. Вот, наверное, с такими мы не работаем. Ну и, конечно, это качество. Мы знаем большое количество магазинов, где качество очень хромает. Ну, будем честны, да. И вот здесь, конечно, тяжело. Вы в любом случае так или иначе будете сталкиваться с тем, что какие-то магазины окажутся в процессе для вас не очень, а какие-то, наоборот, в которых вы не покупали, окажутся очень классными. Я не называю названия магазинов, в которых мы покупали не просто так, а потому что не заплатили за рекламу. Но могу, в принципе, дать короткую аббревиатуру одного из магазинов, с которым мы уже очень долгое время сотрудничаем. Он реально очень классный. Две буквы М. М-М. Я думаю, кто в сфере, тот примерно понимает. У нас в округе здесь на 2,5 километра, вот если мы возьмем Яндекс, и там круг 2,5 сделаем, порядка 50 сервисов. Ну, наверное, она тяжелая. Тяжелая только с той точки зрения, что очень сильно демпингуются цены. Условно говоря, какой-нибудь рядом Ваня работает за 500 рублей. А вот где-то там дальше сидит дядя Петя, который делает переклейку в 2 раза выше, чем у нас. И вот, ну какая она? Я не знаю, какая она. Конкурировать сложно. Нужно придумывать какие-то акции. Нужно как-то приукрасить свой сервис, рассказать людям о том, что вы есть. Ну и самое главное, оказать качественный сервис. Поэтому, ну она тяжелая. Если вы не готовы к конкуренции, вам в этой сфере будет тяжело. Особенно с демпингом цен. Вы, конечно, скажете, что демпинг цен не просто так появляется и прочее. Конечно, не просто так. Человек хочет себе найти клиента, поэтому он снижает ценник до самого минимума. Условно говоря, там, замена разъема за 300 рублей. Но за 300 рублей у меня даже сотрудник больше получает. Поэтому, ну, получает в плане за замену самого разъема. Поэтому здесь тяжело. Просто готовьтесь к тому, что если вы откроете свой сервис, в очко вам насуют конкретно и придется прям попотеть, чтобы выбраться из этого. Наверное, да. Но, понимаете, открыть, например, его в Москве, это равно частично снизить оборот этого сервиса. Потому что часть клиентов, которым, условно говоря, до нас не очень удобно ехать, они могут предпочтительно выбрать тот сервис. Но, конечно, да, мы получим оборот с улицы. И у многих, наверное, всегда возникает такое мнение, бытует, вернее, мнение, что если вы открываете второй сервис, вы умножаете прибыль в два раза. Но это не совсем так. Открыв второй сервис, скорее всего, прибыль умножится примерно на 1,3-1,4. Потому что часть ваших клиентов, которые ездили к вам, будут ездить туда. Условно говоря, к нам отправляют достаточно большое количество посылок через ДЭК. И вот представьте, человек начнет, например, присылать туда. Ну, непонятно, конечно, зачем, но вдруг такое случилось. Или наш постоянный клиент решил из этой точки прибраться туда. То есть, получается, это теперь доход той точки, но на этой точке дохода меньше. Поэтому, да, конечно, планирую. Я не знаю, возможно, конец этого года, возможно, в течение следующего года. Не в плане, что уже откроется, а в плане начну задумываться о том, где это сделать. Но, скорее всего, конечно, да, еще один сервис будет. И нужен он, скорее всего, для того, чтобы просто повысить узнаваемость нашего бренда. И чтобы, там, условно говоря, две точки, они, знаете, для меня стали еще больше гордостью, чем этот один сервис. Потому что мне очень приятно, когда я захожу в свой сервис и вижу, что это все мое творение. От таких творений будет, условно говоря, два. Но, как я разговаривал с женой, конечно, самое максимальное количество сервисов, которые когда-либо я бы хотел, это семь. Больше нет. Потому что я хочу в каждый сервис, там, условно говоря, в течение недели приезжать и сам смотреть, что там внутри. Франшизу, конечно, я не планирую, потому что франшиза – это говно. Наверное, здесь надо сказать, что бананикс, но я буду не прав. Потому что самый лучший сервис – это тот, в котором, в первую очередь, нравится вам. Вам нравятся цены, нравится качество запчастей, которые там делают. Ну и, конечно, расположение к вашему дому. Поэтому лучший сервис – это тот, который, в первую очередь, нравится вам. Смотря о какой переклейке мы говорим. Если это переклейка какого-нибудь айфона, например, 10-го, она может показаться сложной. Если это переклейка какого-нибудь айфона 12-го и только стекла, это очень просто. Если это переклейка какого-нибудь Samsung A12, это, в принципе, тоже просто. Но при этом Samsung Note 20 Ultra – это очень сложно. И таких примеров много. Нельзя сказать, что это очень сложно. Прямые дисплеи, например, и особенно Hard OLED, их очень легко делать. С Soft OLED есть какие-то свои нюансы и сложности. Но, скажу так, переклейка, в принципе, сейчас лично мной воспринимается достаточно простым процессом. Но, опять же, я этим занимаюсь достаточно много. Когда вы только приходите в эту сферу, конечно, переклейка вам будет казаться чем-то очень тяжелым. Но, что самое главное, для сервисов это, в принципе, достаточно несложная задача. И если сервис говорит о том, что переклейку сделать нельзя, ну, нужно оттуда уходить. Если речь об этом. А так просто, ну, сложная переклейка. Наверное, да, дома вы ее хер сделаете. Ну, сделайте, если оборудование купите как Федя. Ну, исходя из прошлых моделей, которые я назвал, самая сложная, это все же, наверное, Note 20 Ultra. Потому что у нее очень конченый поляр. И он постоянно, там, пытается подрезаться или еще что-то. Но, наверное, сюда можно еще приплюсовать Huawei P40 Pro Plus. У которого, там, со всех четырех сторон загнут дисплей Mi 1 с Ultra. То есть, такие специфические дисплеи, давайте скажем так. Ну, и какие-нибудь экстремальные водопады по типу Huawei Mate. Я забыл, какой, правда. У него прям вот очень сильный скос. То есть, ну, классический скос. То есть, он, говоря, вот, а у них прям вообще вот такой. Ну, а самое легкое iPhone 12, 13, 14, 15. Это очень легкая переклейка. Вы сняли дисплей, отключили два коннектора, убрали шлейфик, переклеили. На всю эту работу уходит, дай боже, 30-35 минут. Это самые легкие переклейки. Ну, и, наверное, еще Samsung A50, A51. Вот уже с A52 там посложнее, конечно. Note 20 Ultra. 24 тысячи рублей мы тогда отдали за дисплей, а за переклейку взяли 10500. То есть, сервис, ну, ушел в минус на 24 тысячи. Вот, потому что мы не получили 10 тысяч рублей прибыли в любом случае. Но, именно прям вот как сухой, минус это 14 тысяч. Но, опять же, наверное, да, это самый дорогой. Дороже просто не было, потому что это, в принципе, самый дорогой дисплей. С айфонами, да там никогда проблем не бывает. Как бы сильно он разбит не был. Ну, если уже изначально была точка, то, ну, конечно, такое может быть. Там, например, полоса оттуда появилась. Но о таких вещах мы, как правило, всегда предупреждаем. Потому что это сразу видно, что в этом месте ему придет конец. Можно у нас. Но у нас нет онлайн-курсов, у нас только оффлайн-курсы. То есть, вы приезжаете, и мы вас вот прям вот своими руками учим переклеивать. Ну, а так, конечно, либо в какие-то организации. Но насчет онлайн-курсов это очень сомнительно. Потому что никто вас никогда не обучит, как правильно завести струну, натягивать ее или прочее. Как доставать дисплей с корпуса. Если вас учат в онлайне, то вы, в принципе, можете забить в интернете информацию о переклейке. Тот же, этот, Илюха365. Блин, забыл, как сервис называется. Ё-моё. Реально забыл. Мастер Мобайл 365, по-моему, так, да. Илюха, прости. Вот, ну, короче. Опять же, он очень подробно показывал процессы. И я большую часть видосов, особенно по переклейке, реально подчеркивал именно в его видео. Поэтому только смотреть. Либо записываться на какие-то оффлайн-курсы. Например, к нам. Давайте так. Сам, наверное, ребол не очень сложный. Но то количество попыток, которое вы убьете на то, чтобы это все заработало. Да, вот это сложно. Потому что сложно именно накатать шары, чтобы они были идеально ровные. И сложно все это посадить, чтобы нигде ничего не перекосилось и не слиплось. Но в целом, наверное, если говорить об этом, это не очень сложно. Очень нужно быть осторожным и внимательным в этой процедуре, да. Но нет. Это намного легче, чем проведение сложной какой-нибудь диагностики, где вообще непонятен дефект. А это в целом нормально. Да, в целом, так же, как и про переклейку я говорил. Нигде. Либо идти в оффлайн. Нет, конечно, если вы пойдете в оффлайн, в каком-нибудь типа БГА-центр и прочее, вас, конечно, научат основам. Основам работы со схемой. Это очень классно. Но на самом деле вы можете взять книжку «Основа схемотехники», написанную еще в Советском Союзе, и, в принципе, получите примерно тот же результат. Здесь другой вопрос, хотите ли вы за это платить или нет. Но да, в целом, если у вас есть возможность, лучше, конечно, пойти на обучение, и вам там уже, в принципе, расскажут, как производить диагностику и как паять БГА-микросхемы. Именно в пайке самой нет абсолютно ничего сложного. Самое сложное, чем вы столкнетесь, это, конечно же, диагностика. Ну и чтение схем. Вот. Ну вот тогда у нас был ремонт по ноутбуку HP. Я уже, правда, слабо его помню, но там проблема была в отвале процессора. Мы просто заказали и ждали его, блядь, 9 месяцев. Да, по итогу мы выполнили ремонт, но это был именно самый долгий ремонт. Потому что мы пока дождались его, пока он приехал, пока запаяли, получилось примерно 11 месяцев с учетом всего. По итогу, как бы, не знаю рентабельность этого ремонта, но клиент заказывал сам процессор, потому что он сказал, что наша цена очень дорогая. Ну вот он по итогу его заказал, и мы столько ждали. Восстановить ее, наверное, возможно, установив хорошую проклейку с использованием праймера или нанеся достаточное количество герметик. Но вот гарантировать ее невозможно. Ни при каком условии. Мы, конечно же, устанавливаем все проклейки, адгезивы и прочее, но гарантию на это дать мы не можем. Если вы утопите телефон, мы же вам в любом случае откажем, потому что у нас есть пункт в аксе, в котором сказано, что при наличии следов попадания жидкости устройство автоматически снимается с гарантии. Блин, ну, конечно, полиуретан. И почему-то бытует до сих пор мнение, что это что-то очень на богатом, хотя полиуретан сам по себе достаточно дешевый. Его можно взять от производителя Relife, например, за 500-600 рублей или взять что-то подороже, там, примерно за 1000 рублей. И этого тюба вам хватит на очень долгое время. Примерно столько же, сколько ибо 7000. Поэтому, если у сервиса стоит выбор, за 1000 купить клей или за 200 рублей, он такой, ну, конечно, за 200, я сэкономлю 800. Но я в такой сервис, наверное, не ходил. Ну, конечно, полиуретан. По моделям, наверное, я все же не скажу. Самый популярный, именно как и ремонт, это, наверное, все же замена батареек и замена стекла. Она же переклейка. Это две самые частые услуги. А по производителям, ну, Apple у нас это примерно 35%, в Samsung это где-то 40%. Все остальное, это уже остальные производители. Сейчас очень большое количество Tecno появилось еще в ремонте. Да, именно Tecno, а не Tecno. Вот. Ну, в целом, наверное, вот основные это все же Apple и Samsung. Вы купили телефон, условно говоря, там за 50-70 тысяч. Почему не поменять на нем экран за 10 тысяч? Ну, это странный вопрос, правда. Ну, во-первых, полировать можно далеко не все дисплеи. А, во-вторых, с ними может что-то случиться. Там перегрев поляра произойти. Плюсом мы стачиваем стекло при полировке, что уменьшает, в принципе, прочность. Поэтому, вот, в принципе, и ответа. Нахера ну надо. Дешевле и быстрее стекло поменять. Зачем? Ну, типа, серьезно, зачем? Вот мне надо восстановить дисплей на iPhone 14 Pro. Я поеду на Савок, на Савеловский радиорынок, условно говоря, да. Заплачу 5 тысяч рублей. Мне за 2 часа уже это сделают. И выдадут готовый дисплей. За, там, 5 тысяч рублей, условно говоря. Ну, а зачем мне покупать станок, условно говоря, за полмиллиона рублей? Они не стоят миллион и два. Нет, они стоят примерно полмиллиона рублей. И еще вкладывать время, силы, собственные, в обучение. Если по факту я могу съездить и так сделать. Тем более, поймите правильно, далеко не все дисплеи можно установить. Из 10 дисплеев вы установите, в лучшем случае, 2-3. А это, на самом деле, очень большие затраты. И окупаемость такого станка, она не сводится к тому, что вы там его окупите через год. Нет. Скорее всего, вы будете его окупать значительно дольше. Потому что вы столкнетесь с тем, что не все дисплеи можно восстанавливать. Да и тем более, после восстановления, честно говоря, дать гарантию, прям вот, что оно при падениях будет работать, тоже тяжело. Это хорошая экономия для клиента, для того, чтобы не производить замену всего дисплея. Но, опять же, при замене, например, шлейфа у айфонов, там, да, сложного нету ничего. Ну, и покупать ради этого станок, когда я могу заплатить 3000 рублей за работу, ну, зачем? Совсем понял вопрос. Это, может быть, про эти же полосы или шлейфики, да, ну, как, нормально. Если найти хороший сервис, который оказывает хорошие и быстрые услуги по восстановлению тех же шлейфиков, то классно вы экономите на чем-то. Вот, например, переклейку на аутсорс возить. Ну, может быть, дорогих только дисплеев. А, например, дешевых, не знаю, насколько это выгодно тогда будет, вот так вот правильнее сказать. А касаемо аутсорса, ну, не знаю, ну, к нам на аутсорс там носят, мы делаем, да, вроде нормально, всем все нравится. Нас ценник устраивает, их ценник устраивает. Нормально. Вообще, это вот этот канал, который вы сейчас смотрите, это уже второй канал. Был еще до этого первый канал. А еще были до этого посты на Пикабу. Поэтому, в принципе, наверное, не быстро это вот выглядеть может, что быстро. На самом деле нет. С момента открытия сервиса я начал делать какие-то постики на Пикабу. Вел группу ВКонтакте, которая еще на тот момент была актуальна. Сейчас, честно говоря, я ее вообще забросил. Возможно, надо восстановить. Вот. И старался снимать что-то на Ютуб. Но это было говно, правда. А вот к такому формату, да ну как, просто сидел, просто сделал ремонт. Давай, озвучу, сниму. Давай, да и поехали. Вот, в принципе, вот так и пришел. Смотря что мы подразумеваем под словом снимать. Если просто снять происходящее, нет, не тяжело. Ну, конечно, иногда нужно какие-то ракурсы подобрать, чтобы картинка красивая была, а не однотипная, там где-то вот, блядь, с такого расстояния, что ничего не видно. Вот. Но если мы говорим про процесс создания видео, то да, это тяжело. Очень много времени и сил на это уходит. Вот как раз, опять же, исходя из прошлого вопроса, да. Потому что на один маленький шортс, то, как делаю я, уходит примерно, ну, 2-3 часа. Это без учета отснятого материала. Вы скажете, а что так долго? Нужно обрезать. Нужно сделать какие-то ставки. Что-то придумать. Добавить озвучку. А я не просто на петлю озвучиваю. У меня отдельный рекордер, на который я пишу звук. А этот звук я потом еще обрабатываю, убирая из этого видоса лишние звуки. Даже вот такие простые, как вздохи. Для того, чтобы вы могли наблюдать этот контент вот максимально вот так вот. Да, можно сказать, что излишне заморачиваюсь. Но я все же хочу прийти к контенту, который мне самому приятно смотреть в первую очередь. Поэтому в скором времени, возможно, у меня даже появится вот это вот, я забыл. DJI Cosmo Pocket, по-моему, называется. Для того, чтобы можно было еще красивее видосы снимать. Еще с лучшим звуком и прочее. Если вы посмотрите, в принципе, канал от начала видосов и сейчас, вы увидите огромную эволюцию в картинке, звуке и монтаже. Потому что я с этим работаю. Поэтому, наверное, да, шорт сделать тяжело. Поэтому небольшие видосы, ну вот большой видос сегодня есть. Когда такие разговорные, конечно, проще большой видос сделать. Чем 300, блядь, нарезок этого шорца. Но когда мы говорим все же про отдельно взятый ремонт, и так очень много времени уходит. Так помимо этого, я же еще сам и работаю. Поэтому шорцы, они для меня все же предпочтительнее. А я не знаю. Ну типа, мне нравятся последние видосы, которые выходят. Вот так вот будет правильнее. Наверное, мой прям вот самый любимый видос, это, блин, да я, я не знаю. Наверное, переклейка Note 20 Ultra в три этапа. Или вот еще есть видос «Большой брат следит за тобой». Это про Samsung S20+, по-моему. Вот тоже прикольный, потому что примерно с этого видоса на канале стал появляться какой-то монтажик. То есть не просто склейки, а именно монтажик, изменение кадров и прочее. Поэтому, наверное, да, он. А так, ну, все последние видосы мои любимые. Таких достаточно на самом деле. Потому что был момент, когда я поменял озвучку, условно говоря, с петли на рекордер. И это очень специфическое оборудование, с которым нужно уметь работать. И вот пока я учился работать, там было несколько видосов. Один из них, это, по-моему, iPhone XR красненький. Там дико пережатый звук. Прям вот, прям конченый звук, давайте так. Но я тогда учился. Поэтому, наверное, это именно тот самый видос. Во-первых, телефон. Для того, чтобы все это записывать. Во-вторых, петлички, если это идет запись какая-то отдельная. В-третьих, рекордер. Потом программы для видеомонтажа. Для телефона это VN. И для компьютера это Adobe Premiere. Монтаж звука это Adobe. Опять же, что еще? Наушники я использую. Ну и, конечно же, свой сервис. В принципе, все. А как я должен к ним относиться? Ну, они есть. Они делают кто-то классный контент. Кто-то контент, который мне не нравится. С какого-то я смеюсь. Какое-то вызывает отвращение. То есть, ну, да как я к ним отношусь? Да никак, на самом деле. Я же почти ни с кем не знаком. А по поводу того, что смотрю ли я видосы? Конечно, смотрю. Почему он гигант? Ну, гигант в каком плане? Подписчиков у него далеко не больше всех. Это, да, классный сервис сам по себе. Он оказывает достаточно классные услуги. Но здесь большое спасибо Данилу, который, в принципе, говорит о том, что вот они первые, кто это сделали. Как пример, тот же станок для восстановления полос. А только тот момент, что он существует уже в Москве примерно 4 года, многие не понимают. Но кто варится в этой каше, в ремонте, они, конечно же, это понимают. Данил очень классно позиционирует свой сервис как самый технологичный. Хоть это далеко и не так, потому что это самый обычный сервис, как и все. Там работают очень классные инженеры, бесспорно. Заслуга это Даниила или нет, я не знаю. Но отдельно, именно как MOS Display, как медиаплощадку мы возьмем, да, как канал, ну, мне очень скучно его смотреть. Раньше было лучше, наверное, можно так сказать. Но, возможно, раньше у меня опыта в этой сфере было меньше, поэтому мне было интереснее смотреть. И я прям горел глазами, когда наблюдал за всем этим. А сейчас, да, то же самое, что и было, только без изменений. Если раньше Даниил, условно говоря, делал реально годные видосы, я прям на них равнялся в свое время, мне очень нравился MOS Display. То сейчас, наверное, я смотрю на все это из разряда, блин, ну почему тут вот звук вот так вот не сделать, а вот тут вот не посмотреть. То есть, ну, стал по-другому на это смотреть. Сам MOS Display, как сервис, классный. Но, мне кажется, над YouTube-ом им стоит поработать. Касаемо Стаса, наверное, скажу так. Олды помнят, что когда у Стаса было 10 тысяч подписчиков, я ему сам написал в телегу и спросил, можно ли я его прорекламирую. Потому что мне очень нравился его контент. Сейчас приходят дегроды с его канала и начинают говорить о том, что это пародия. Видос называется Станислав One Love, iPhone 11 Pro. Вот. И мне тогда реально очень нравился его контент. Сейчас же он, конечно, на уровень выше, чем у него был тогда. Тот же монтаж, озвучка, звук и прочее. Но те же самые приемы, они не меняются из раза в раз. Можно, конечно, сказать, что это классная шутка. Но, понимаете, шутка, сказанная дважды, уже перестает быть смешной. А сказанная десятки раз, но она уже воспринимается обыденностью. Это классно смотреть. Да, согласен. Но, с точки зрения меня, мне раньше Стас нравился, наверное, больше. Он более живой был, он чаще экспериментировал, чем есть сейчас. Вот. А именно, если мы говорим про сервис, классный сервис, хорошие запчасти. К ценам вопрос, но цены это дело абсолютно каждого. Я не могу никого осуждать и прочее. Но местами, конечно, делать переклейку за, типа, в дороже стоимости дисплея, который там, вот iPhone 15 Pro Max у него был за 30 с копейками тысяч. Но это жестко, правда. Но, в целом, каждый зарабатывает со своей аудиторией так, как он считает нужным. Поэтому здесь вопрос в том, что как я отношусь к нему. Нейтрально. Вот именно, что нейтрально. Классный контент был раньше, сейчас мне уже он скучный. Блин, ну, именно слово «общаюсь», наверное, громко сказано. Я, конечно же, общался с Даниилом, со Стасом, с БДФиксом. Очень классный, на самом деле, человек. И Илья Mobile Series 365 вспомнил название. Частично с Хелстэчем я общался. Еще с Звердисплеем есть. Но, понимаете, общаться именно по-дружески, да нет, конечно, ни с кем такого нет. Потому что каждый сам по себе, а каждый думает, что вот он сейчас что-то там спиздит, скажет или еще что-то. Очень такое зажатое, получается, сообщество. А так, в целом, нет, ни с кем не общаюсь. Но многие ребята очень приятные в общении. Прямо с ними реально классно разговаривать. Я смотрю, на самом деле, огромное количество каналов. Особенно связанных с ремонтом электроники. Особенно связанных с ремонтом техники. Потому что это такой некий анализ актуальности какого-то контента. Мостдисплей, Станислав, БДФикс, Звердисплей, хоть и давно уже видос не делают. Mobile Series 365, YoungFix. Потом вот этот второй его канал, Попаять пора, который он там в сервис рекламирует. Серега, B7000, DLIC. Сергей Губарев. Вот это вообще самый нудный контент. Кого я еще смотрю? HellStage я иногда смотрю. Пикабу не читаю, но вот видосы иногда смотрю. АйТушин или АйТишин еще был, раньше смотрел. Сейчас уже очень давно видосы он не делает. Очень много каналов. Типа вот если прям посмотреть всю историю, там реально будет большое количество каналов. Поэтому, ну, блин. Реально много. Давайте так. Именно нелюбимых у меня нет. У меня есть те, которые могут мне не нравиться по тем или иным причинам. Ну и, конечно, наверное, я могу выделить только одного персонажа. Это Сергей Далайси, потому что вот это про B7000. Он никогда никому не отвечает в комментариях. Ну и, в принципе, прикол еще в том, что если вы перейдете по ссылке, вы можете увидеть, что он снимает платные обзоры на те ремонты, которые он делает. Но, опять же, как я говорил выше, каждый зарабатывает со своей аудиторией так, как он хочет. Не совсем понял этого вопроса плана на YouTube. План на YouTube, что? Делать видосы, развиваться. Возможно, увеличить количество видео, которые выходят. Но, опять же, это достаточно тяжело. Потому что я в некоторых моментах сейчас экспериментирую с форматами. Но, наверное, их станет больше. Планы да какие? Постараться в этом году сделать 100 тысяч подписчиков. Потому что канал достаточно молодой. И, наверное, делать по три видоса в неделю. Ну, наверное. Не могу обещать. Но, возможно, будут появляться стримы. Потому что тут уже был один стрим. Мне, в принципе, понравилось. Единственное, YouTube, конечно, по тупому обработку делает. Визуал вообще жесть. Но, в целом, наверное, да. Вот 100 тысяч и большее количество видео. Во-первых, они заблокированы. А во-вторых, да я думал тот же TikTok заливать. Но я не могу загрузить видео. Там нужны какие-то обходные пути. Инста запрещена в России. И, типа, заливать туда тоже не вариант. Остается ВК-видео. А я заливал ВК-видео. Но там очень хуево работает таргетинг. И смысла нет. И получается, что ты тратишь много времени на загрузку контента. Но, честно, работать проще всего и интереснее всего с YouTube. Потому что, как минимум, у него есть большее количество разных инструментов для работы с видео. А какая она должна быть? Я, например, не против был бы приехать в какой-то сервис, подснять их работу, поработать с ними. Но вы же понимаете, что все будут относиться к этому так, что приехал и что-то вынюхивает тут. Поэтому, ну, коллабы, это, наверное, где-то там в техносфере. Ремонт обзор, обзор телефонов и прочее, оно применимо. А в сфере ремонта, когда каждый там не расскажет, какую он там отвертку или клея использует, ну, не знаю. Наверное, нет. Я бы хотел, на самом деле, съездить в некоторые сервисы, посмотреть, как у них варится кухня. Не с точки зрения, как они с клиентами общаются или еще что-то, а какие-то внутренние моменты. Как они ремонт делают, как они общаются между собой и прочее. Ну, естественно, никто не согласится на это. Поэтому, да, хотел бы, но с какими, конечно, не скажу. Блин, ну тут смотря, какие сферы мы берем. Наверное, из очень классных, особенно если старые видосы посмотреть, это будет ДВ-сота. Это злой мастер, вот если вы хотите как-то проникнуться пайкой или диагностикой, да. И, наверное, Илюха Мобайл СРС-365. Опять, потому что он очень дотошно делает какие-то переклейки. Можно это рассмотреть в мельчальщих деталях, потому что, опять же, это длинные видео. Там есть вопросы к его методикам некоторым. Но в целом, вот если мы говорим, наверное, вот эти вот каналы. Потому что вы можете чему-то там научиться. У меня на канале научиться, наверное, нет. Потому что у меня больше такой просто показательный контент, что мы сделали, как мы сделали. Но в целом, наверное, если взять какие-то фрагменты видео или в будущем стримы, то в целом, наверное, да, можно будет и у меня чему-то научиться. Но вот из этих, наверное, вот эти три. А как не отвечать? Ну, это моя аудитория. Смотрите, ко мне приходит человек, он потратил свое время, посмотрев мое видео и написав комментарий. Почему я, как автор, не должен с благодарностью к этому относиться? Я очень люблю всех людей, которые участвуют так или иначе в жизни канала. Это и хейтеры, это и какие-то очень классные ребят, с которыми я общаюсь. Сколько у нас в группе в бананчиках мы общаемся. Это надо делать. Это связь с аудиторией. Я не могу не общаться с своей аудиторией. И на самом деле очень малое количество людей у меня на канале остались без ответа на нормальный вопрос. У меня за все время существования канала больше 10 тысяч отвеченных комментариев. Это очень много, поверьте. С учетом всего 260-280 видосов. Поэтому я очень активно общаюсь с своей аудиторией, но по-другому я не могу. Я не могу сделать видосы, просто забить на него. Даже если человек мне пишет, что я хуесос, я ему отвечу спасибо. Он потратил свое время и написал. У меня за все время забанено человек 10 на канале. И то они забанены, ну прям за жесть. А вот если это что-то такое мелкое, это классно. Это классно, когда человек тратит тебе свое время. И не важно, как он потратил. С доброй душой или он злится на тебя. Поэтому, а как не отвечать? Ну правда. Ну зачем, я думаю, все понимают. Это денежка. А почему? Да потому что, во-первых, мне самому интересно это рекламировать. А во-вторых, я не рекламирую говна. Можно привести пример с мобой, когда у нас очень долгое время были коллабы по видео. Но тогда моба была другой. Как минимум, у них была оплата картой. У них была нормальная доставка. У них не был брак на браке. Мы перестали с мобой работать. Как раз таки, когда стало все вот это происходить. И мы уже очень долго с мобой не работаем. Это в свое время был очень классный магазин. Сейчас мы стараемся обходить его стороной. Кроме моментов покупки каких-либо расходников. Программаторов, шлейфиков. То, что в принципе, ну очень маловероятно, что будет брак. Потому что ценник, опять же, у них достаточно низкий относительно конкурентов. Поэтому рекламирую я в основном то, чем я действительно пользуюсь. Даже реклама паленых аирподсов, которые я сделал, они до сих пор у меня. Я до сих пор ими пользуюсь. Потому что это реально достаточно неплохой товар. Я не знаю, да, купил бы я их сам за эти деньги. Но с точки зрения того, что мне их предоставили, и я до сих пор ими пользуюсь, ну это, наверное, о чем-то да говорит. Поэтому реклама, это в первую очередь развитие меня. Потому что я как-то пытаюсь выебнуться, вставив ее туда. Ну и во-вторых, это неплохое пополнение казны для сервиса. Оно не проходит просто так. Мы что-то улучшаем. Например, вот с рекламы тех же наушников был куплен вот этот банан неоновый. А он не очень дешевый. Поэтому вот такие вот моменты, они в принципе помогают мне дополнительно пополнять казну, да, для сервиса. Вот в принципе вот так. И да, мне хочется рекламировать, например, магазины запчастей. Но магазины запчастей зачастую против мата и некоторых нюансов в видео. Поэтому, ну, как есть. Если только канал по игрушкам. Я очень люблю War Thunder. Вот. И даже думал делать видосы, потому что играли достаточно мое почтение. Вот. Но, скажем так, времени на это нет. Может быть, когда-нибудь там через пару лет, да. Но сейчас только один канал. Была идея в свое время разделить этот канал на два. Один оставить чисто для ха-ха видосов, да. А второй более такой углубленный, с каким-то изучением тех же плат или переклеек. Ну, честно говоря, от этой идеи я отказался. Почему? Не знаю. Но отказался. Поэтому в будущем, возможно, да. Ух ты ж, блядь. Фух, бля. Ну, вот, в принципе, все. Все вопросы, да, которые были. Честно, ребят, пить хочется, чтоб пиздец. Надеюсь, я ответил на все вопросы, которые у вас были. Потому что я их собирал, в принципе, из группы Телеги. Из комментариев в Ютубе и прочее. И, в принципе, получилось как-то так. Какие-то ответы, возможно, вам не понравятся. Какие-то понравятся. Так что это палец вверх. А я пошел монтажить этот видос. Удачи. Удачи.